Blender 2.91, давайте доделывать голову вот этого Бориса и сделаем так, чтобы легче им было управлять при анимации, что по прошлому ролику вылезло, да. Так, смотрим, заходим, выбираем косточки, заходим в Edit Mode и первое, что неудобно, это вот двигать вот этими, как, веками. Здесь не беда, мы сейчас сделаем вот такую штуку, единицы на нампаде, выберем какую-нибудь косточку с бровей, Shift D, сдублируем, R подставим, сделаем ей сразу S, ну где-то вот таким вот образом. И вот на эту косточку сейчас мы завяжем вот эти верхние веки, значит вот эта века, вот эту кость, вот эту, вот эту и вот эту. Через Shift на эту косточку делаем Ctrl P и Pop Set. Выбираем только вот эту кость, единицы на нампаде и нужно ее так поставить, чтобы при анимации она была, ну давайте вот где-то повыше вот так. Теперь дублируем единицы на нампаде, делаем Shift D еще раз эту косточку, подставляем пониже и я хочу сделать так, чтобы все вот эти констрейны, которые будут управлять глазом, находились как по полосе вот так. Чтобы я знал, ага, это верхняя часть, это середина, это нижняя века и так далее. Так, погнали, выбираем теперь вот эту вот косточку, вот эту, вот эту, вот эту. Так, а эти у нас уже не выбираются, у нас управляет глазом только 4 косточки. Завязываем на эту кость, Ctrl P, Keep Offset. Так, единицы на нампаде, смотрим, как они тут установлены, в принципе пойдет. Теперь, я хочу добавить еще одну косточку Shift D. Это будут у нас, значит, брови. Я их поставлю где-то чуть-чуть вбок и завяжу на них, вот на этой косточке, я завяжу вот эти 3 косточки, наверное, или 4. Ну, давайте 4 завяжем. Так, а эту, если что, будем подправлять уже отдельно. Ctrl P, Keep Offset. Также, делаем Shift D на эту часть, вот так. И вяжем на нее вот эти все косточки нижние, нижние века. Так. Так, через Shift, Ctrl P, Keep Offset. То же самое, сделаем еще одну косточку Shift D, вот сюда. Так, немножко ее можно, R, наверное, единицы на нампаде. Нет, крутить ее не надо. Ну, как-то вот так. И чуть-чуть их поровнее поставить, вот так вот. Чтоб красиво все это дело было. И выберем вот эти нижние, как, нижнюю вот эту часть. И завяжем на эту косточку. Ctrl P, Keep Offset. Есть такое дело. Ну, в принципе, вот и все, что нам нужно. Точно так же можно завязать, ну, допустим, вот, вот эти две косточки и вот эти, чтобы ими лучше управлялось гнуть. Ну, их несложно будет и так выбрать. Так, что я хотел бы еще добавить. Вот эту косточку по прошлому ролику надо привязать к голове. Ctrl P, Keep Offset. Чтобы вот эти две косточки были отдельны. Так. Вот эту кость также нужно джи чуть-чуть уменьшить. И желательно, так вот, чтобы он мог щеку надувать, ну, можно добавить еще одну, вот так вот, Shift D, продублировать эту кость, чтобы надувалась именно щека. Хорошо, ровно. И эту кость, вот эту одну, завязать на эту косточку. Ctrl P, Keep Offset. Теперь получается, вот эта кость будет у нас управляющая соседней косточкой. Можно даже вот эту дальнюю кость попробовать уменьшить. Ну, это опять же эксперименты. И нужно будет еще, как бы, дорабатывать вот это все дело. Так. Ни джи ее отведем. Так. И вот эту косточку попробуем еще пониже вот сюда поставить. Чтобы можно ее было надувать. Так. Вот сюда мы ее подставим. Вот. Ну, как-то так, наверное. А эту чуть-чуть тогда поближе. Ну, где-то здесь будет компоноваться вот эта щека. И эту чуть-чуть еще поменьше. И, наверное, чуть-чуть как бы в бок. Ну, вот что-то в таком духе. Так. Так. Суть вопроса в чем? Я вот это сейчас все сохраню. И покажу вам на одной стороне, как это все дело делается. А эту уже сторону потом сам сделаю, чтобы не тратить время. Потому что здесь копирование уже, ну, в принципе, может прокатить. Если вот эти сейчас косточки все поудалить. Вот эти. Давайте попробуем. Так. Это значит. Delete Bon. Единица в нампаде. И выбираем. Так. Вот эту кость тоже можно, значит, Delete Bon. И вот так это все выберем. Shift D. Челчок. Правая кнопка мыши. Mirror. Mirror. X-Global. Ставим Move. И вот это все дело перетаскиваем вот сюда. Так. Ну, вроде как попало. Все. Теперь заходим в Object Mode. Глаз у нас почему вылез? Потому что он теперь к этой косточке не привязан. Нужно его сначала привязать. Так. Давайте сначала голову привяжем. Ctrl P. Так. Width. Автоматик. Widget. Все это дело перевяжем. И вот этот глаз завяжем на эту косточку. Это заходим в Post Mode. Выбираем косточку. И жмем Ctrl P. Бомб. Заходим в Object Mode. Так. Выбираем только косточки. Выбираем Post Mode. И этот глаз заводим именно в наши вот эти веки. Так. Что-то в таком духе получилось. Смотрим, как он тут откорректирован. Наверное, нужно его еще немножко пониже. И как бы вперед подогнать. Ну, вот так где-то. Ну, вроде попало. Так. Object Mode. Опять же, выбираем только косточки. И заходим в Post Mode. Выбираем аддон, о котором я уже рассказывал. WinWidgetBone. nRig2. И назначим, значит, вот этим костям. Констроенный. Так. Выбираем вот эту косточку. Находим. Это будет у нас... Ну, пускай шестеренка, да? А как она называется? Head. Смотрим. Нет, не то. Это тоже не то. Так. Пробуем Poly. Нет, не Poly. Хочу найти шестеренку. Значит, это у нас Пинджер, по-моему. Нет, не Пинджер. Эси. Не Эси. Это нога. Это голова. Крит. Вот она шестеренка. Единица на нампаде. И нужно её повертеть так, чтобы можно было её видеть. Сначала мы прибавим немножко Size, чтобы она маленькая не была. Теперь чуть-чуть кверху, книзу можно поднять, опустить. И попробуем теперь её покрутить. Ну, где-то, наверное, так. Семёрта на нампаде. Да. Вот она установилась. Отвечает она за вот эти брови. Значит, выбираем все вот эти брови, которые привязаны. И назначим им тоже. Давайте. Кубы. Крит. И Size это всё дело уменьшим. Так. Большие не нужны. Но чтобы их видеть, чуть-чуть можно было. И назначим Bone Group цвет. Выберем, значит, создадим группу. По дефолту это будут у нас... Ну, пускай... Жёлтый. На чёрном фоне будет видно. Decision. И вот эту шестерёнку тоже. Так. Значит, Ctrl-Z. Через Shift выберем и шестерёнку. И назначим Essision. Вот. Это будет одна группа. Теперь, что у нас тут осталось? Теперь у нас получается верхнее веко. Мы на верхнее веко. Вот это. Тоже ставим кубы. Крит. Размер пусть чуть-чуть поменьше будет. Здесь уже не принципиально. А на эту косточку, которая отвечает за верхнее веко, опять же поставим... Так. Крит, по-моему, да? Ну, давайте Size и сделаем. Да, Крит. Это будут у нас шестерёнки. Просто разные цвета в них будут установлены. Или можно здесь другую что-то поставить. Допустим, куб. Ну, пусть будут шестерёнки. Выбираем эту шестерёнку. Через Shift выбираем косточки. Опять же создаём группу. И создаём цвет. Это будут у нас... Так. Это будут дальние. Значит, пусть будут красные. Эссижен назначаем. Так. Теперь то же самое делаем вот с этими костями. Назначаем им сначала куб. Или... Так. План можно. Head. Ну, давайте опять же кубы. Раз кубы, так кубы. И опять уменьшаем. Ну, делаем их чуть-чуть побольше. Так. Теперь. Назначаем им тоже группу. Это пусть будет новая группа. И группа будет у нас... Ну, давайте синяя. Так. Есть такое дело опять же. Выбираем вот эту косточку. Делаем. Так. CircleCrit. Находим. Где он тут находится? CR. Прибавляем. Выбираем вот эти кубы. И назначаем... Назначаем мы опять же эту группу. Эссижен. Повторяем. Так. Это у нас глаза. Глаза мы назначим, чтобы... Видеть. Значит, это пусть будет куб. Крит. Уменьшаем. Так. Что тут еще? И перекручиваем поровнее, чтобы так... Так. Ну, как-то так, чтобы стал. Теперь по иксу... Крутить не будем. А передвинем. Так. Это вперед. Ну, а тут уже движения нету, по-моему. Назначим группу. Плюс новая группа. Это будет у нас... Ну, чтобы видеть... Давайте опять же красный. И вот таким вот образом персонаж у нас становится более видим. И мы уже можем ориентироваться. Ну, конечно, если вы запомните, где какой у вас вот этот constraint будет. Какой отвечает за что. Это вы лично должны сами запомнить для себя. Так. Вот этот нос. Нос мы поставим... Так. Выберем. И назначим root. Нет, не root. Надо еще здесь на... Ориентироваться вот с этими. Finger. Во. Поставим finger. Финджер. И finger поставим побольше. Ну, чтобы видеть, где у него границы тоже. Чтобы вот так он выглядел. Нормально будет. Так. Добавим, ну, группу. Наверное, тоже. Красная пусть будет. Теперь выбираем нижние вот эти части. Назначаем опять же кубы. Ну, можно цирклы. Ну, окружность. Что тут еще можно сделать? Ну, пусть уже будут кубы. Чтобы не теряться. Крит. Опять же уменьшаем. Назначаем им цвет. Это нижний. Пусть будет тоже желтый. Находим желтую группу. И, допустим, эссижим. Ну, а вот этой косточке опять же ставим цирк. цирк. Вот этот. Делаем ее побольше. Так. Теперь. Перекручиваем. выбираем эти кости. Цирк. И назначаем цвет. Желтый. Вот этот цвет теперь будет ярче. Этот чуть блеклый. Следующий будет еще желтее. Так. Ну и закончим, наверное, пока для объяснения вот этими костями. Это тоже будут кубы. Крит. Опять же уменьшаем. Пусть они будут еще немного побольше, наверное. Чтоб разные размеры были. Чтобы видеть, что это нижняя часть уже будет. Они должны быть больше, чем верхние. Тут их поменьше все-таки. Назначаем группу новую. Это будут у нас, ну, допустим, ну, пусть зеленые. О, и эссижен. Ну, и вот этой части тоже добавим цирк. Крит. Делаем опять же скайл. Теперь перекручиваем. И назначаем тоже зеленую группу. Так. Для косточки головы. Вот для кости головы выберем. Это root, да? Крит. От root кости будет нормальная. Так. Теперь перекручиваем ее. Чтобы четко на нос стало. Ну, и можно еще по Z чуть-чуть так. Так, не по Z, наверное. Ну, и скайл чуть-чуть еще побольше и поставить. Вот так. Чтобы ее было видно вообще хорошо. Так. Ну, а тут уже. Вот она становится выше, ниже. Ну, вот так и пусть стоит. Попробуем теперь G. с помощью MOV поуправлять. Ctrl Z. Так. Ctrl Z. Все. Нормально. Назначаем ей тоже группу. И пусть группа будет. Ну, более заметная. Опять же, алый цвет поставим. Во. Ну, и таким образом я не буду дальше делать. Сохранюсь просто пока. Так. Выбираем любую косточку. Ну, вот эту допустим. И вот мы можем ей руководить головой. Ctrl Z. Другую можно поставить на шею, допустим. Другую на таз. Где-то. Не знаю. Там. На другие части какие-то. Так. Теперь. Как это все дело управляется, да? Выбираем, допустим, косточку вот этих бровей. G. И вы видите, что мы можем ей вот водить уже всеми костями. Если нам нужно подправить какую-то косточку, то мы выбираем просто одну кость. И ей уже тут можем подкорректироваться. Но все постоянно вот так вот тыкать, как я в прошлый раз делал, уже это будет не нужно делать. Так. Что еще можно сделать? Ну, вот глаз. Вот мы можем его тут покрутить. С глазами я что хочу сделать? Так. Давайте рассмотрим этот вопрос тоже. Зайдем в Object Mode. End панель пока закроем. Shift A добавим. Mesh добавим. Ну, какую UV-сферу. Вот этого будет достаточно. С помощью MOV немножко ее выведем вперед. Тройка на Numpad. И зайдем в Edit Mode. Выберем рентген. Выберем половину сферы. И вот эту заднюю часть сделаем Delete. Так. Все. Это дело есть. Теперь можно ее английское A немножко выбрать. Немножко как бы сжать. Чтобы на глаз была похожа. Object Mode. Зайти. Сделать ей S-Skyle. Так. Теперь что еще я хотел сделать? Это значит. Отводим чуть-чуть вот так вперед. Назначаем всему вот этому делу материал. Это будет у нас черный. Это будет зрачок. Его, конечно, можно раскрасить. Зайдя в текстуры Paint. Ну, пусть пока будет черный. И вот это все дело я хочу подставить просто в глаз. Сделать S. Сразу подгадать по глазу, как это все дело будет тут выглядеть. Так. Вот таким вот образом. И добавить на нее косточку. И когда мы будем, допустим, глазом века поднимать, мы можем просто будем передвигать вот это вот глазное, типа не яблоко, а зрачок. Во. И это будет проще. Теперь на глаза. Выберем глаза, добавим, удалим материал, раскрашенный, развертку. И добавим просто белый цвет. На другой глаз добавим тоже просто белый цвет. Так. Вот что-то в таком духе будет работать. Но это как и в прошлых роликах я показывал вот за это дело, что так будет удобнее делать мультяшные глаза. Нежели вот это все, весь глаз вот этот крутить внутри век. Так. Выводим его вперед. Смотрим, что у нас получилось. Вот белые глаза. Можно их, конечно, подкрасить, чуть-чуть притянить где-то. Красненького добавить там. Раскрасить. Так. И значит, вот что еще. Семерка на нампаде. Вот это переименовываем. Пишем зрачок 1. Enter. Теперь его в Shift D дублируем и вытаскиваем вот на эту сторону. Пишем зрачок 2. В принципе, можно чуть-чуть подтереть. И просто назначить двоечку. Enter. Но этого еще мало. Теперь нужно косточки еще добавить в Edit Mode. Это выбираем кости. Заходим в Edit Mode. Вот у нас тут есть две кости, к которым привязаны вот эти глаза. Что мы сделаем? Мы вот эти кости удалим. Delete Bond. Или в принципе пусть они привязаны к этим костям. Спокойнее будет. Будем знать, что где кости, там и глаза. Я хотел их просто привязать к голове. Вот это косточки головы. Как в прошлый раз. Ну, так тоже неплохо. Теперь делаем тройку на NumPAD, единица на NumPAD, а лучше семерку на NumPAD. Выбираем вот эту одну косточку. Делаем Shift D. Щелчок. И отодвигаем ее вот чуть вниз. Делаем Alt-P Clear Parent. Полностью отсоединяем. Семерка на NumPAD. Делаем так, делаем Shift D X Mirror X Global и оттаскиваем на эту сторону. Так, и тут вот такой вопрос. Привязать вот эти зрачки лучше к голове. Вот к этой. Или, допустим, к носу. Если нос будем двигать, то будут и зрачки двигаться. Это значит не надо. Так, выбираем вот эти кости. И давайте их еще больше вперед выдвинем. Дальше вот этих костей. Так, и привяжем, наверное, их к глазам. Значит, эту косточку привяжем к этой штуке. Ctrl-P Keep Offset. А эту привяжем к этому глазу. Ctrl-P Keep Offset. Будем знать, что они рядышком, эти кости. Все будет нормально. Object Mode. Вот глаза у нас теперь вылезли вперед. Выбираем персонажа. Выбираем через шифт кости. Делаем Ctrl-P. Width, автоматик, виджет. Все это дело перевязываем. Так, теперь выбираем вот эти зрачки. Так, точнее один вот так вот этот зрачок и вот этот зрачок переводим вперед. Тройка на нампаде вот до этих наших костей. И выравниваем, чтобы они были по центру. Чтоб нормально потом ими можно было руководить. Так, теперь эту косточку, ну в смысле этот глаз сюда, а этот глаз вот сюда к кости. Так, ну вроде по центру стали. вроде как по центру, а там ну да, нормально. Так, выбираем глаза, выбираем косточки, заходим в POS mode, выбираем вот эту кость и перевязываем Ctrl-P, бам. Так, смотрим, вообще они привязаны, если привязаны, зачем-то, да, этот гемор, да, POS mode. И вот этот тоже, нормально, все. привязываем, теперь выбираем зрачок один, выбираем косточку, POS mode, назначаем к этой кости Ctrl-P, бам. заходим в Object mode, теперь выбираем второй зрачок, косточки, POS mode, косточка, Ctrl-P, бам. Все назначено, теперь в Object mode выбираем только кости, заходим в POS mode, заходим в POS mode, так, что такое, заходим в POS mode, тройка на нампаде, все вот это дело, сначала вот это выбираем, глаза усаживаем сюда, так, как-то, да, так, отключаем видимость всего, вот теперь глаза вроде попали, так, подправить надо выбрав вот эту кость, так, и чуть-чуть подкорректировать, вот, так, этот глаз вроде нормальным, но это можно уже в процессе подкорректировать, вот, и теперь вот эти зрачки, давайте вот так глаз заведем, подкорректируем, посмотрим, как он работает, так, R, он крутится, G, все, он на месте, тут, тут его тоже нужно будет немножко попробовать, как он будет работать, вот, раз, меньше глаз, делать больше, где-то поднять, где-то перекрутить, тоже, как вариант, так, так, ну и вот этот тоже зрачок, вот этот, заведем в этот глаз, и чуть-чуть его сюда вытянем, вот так, немножко R перекрутим, и G углубим в зрачок, ну в смысле, в глаз тоже, ну вот он, Борис теперь стал лучше как-то выглядеть, так, с зубами, что тут, дело, как обстоит, надо тоже настроить косточки, и можно, R, допустим, зубы убрать, чуть-чуть их надо подкорректировать, если нам нужна улыбка будет, то мы можем их, как бы, вот, наверное, R вытащить, и вот эту косточку тоже вот так, раз, и вот эту кость, тоже зубы опустить, и вот Борис теперь будет улыбаться, типа с зубами, так, вот ему прикус надо немножко поправить, но тоже не проблема, вытягиваем вперед их, вот так вот, раз, и вот уже, вот такой вот внешний вид, Борька улыбается, так, Ctrl Z, Ctrl Z, это я показал, как все дело можно сделать, донастраивать, ну а теперь, донастраиваем вот этого персонажа, и можно будет, пробовать уже более серьезную анимацию, вот так, так, как работает вот эти кости, мне интересно, как раз, допустим, G, допустим, G, R, вот уже он надувает щеку, ничего, вроде щека ровная, нормальная, а вот эта косточка, вот уходит чуть-чуть к горлу, или вытягивается, или вот так вот поднимается, и у Бориса уже вот, надутая щека, можно уже делать улыбку, все, всем пока, до свидания,